Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире передача «Актуальное интервью». Я и ведущий Пётр Смирнов. А у меня в гостях председатель Городской Думы Антон Сергеевич Ульянов. Антон, добрый день. Добрый день. Антон, поговорим о интересных и актуальных решениях Городской Думы, которые находятся на повестке, и депутаты их обсуждают. Я предлагаю начать, наверное, с такой социального вопроса, с одной точки зрения. И, с другой стороны, это такое важное мероприятие, чтобы отдать дань, уважение и честь человеку, который много лет руководил нашим городом. И я конкретно говорю о Геннадии Закирыче Каратаеве. И я знаю, что сейчас в Городской Думе обсуждается вопрос установления мемориальной доски в его честь. Вот, если можно, немножко поподробнее нашим телезрителям расскажи. Действительно, некоторое время назад в Думу поступил проект решения Городской Думы об установке памятной доски на доме, где какое-то время жил бывший глава города Геннадий Закирыч Каратаев. Инициатором выступил Совет ветеранов ядерного центра в НИЕФ. Поддержали депутаты Городской Думы эту инициативу. Самое важное, поскольку доска будет установлена и предполагалось ее установить на жилом многоквартирном доме, то это произошедшее в этом доме собрание жильцов, которые тоже высказались по этому поводу, поддержали это решение. Дальше процедура простая. Направляются все документы, необходимые в комиссию, созданную специально для установки памятников, памятных досок. Туда, кстати, входят и депутаты, и представители ядерного центра, и историки города, те, кто хорошо знает нашу вот эту вот тонкую материю социо-культурную. Комиссия единогласно поддержала, и вот внесли в Городскую Думу, то есть комиссия дает рекомендацию главе, и глава уже вносит за своей подписью. Вот такая процедура, и сейчас уже прошло заседание Комитета по социальным вопросам, на котором депутаты Городской Думы приняли решение вынести данный проект на заседание Думы, где будет принято уже, должно быть принято окончательное решение по установке этой памятной доски. На мой взгляд, это очень важно. И вот мы давно говорим о том, что у города должен быть некий культурный код или архитектурный код, как угодно, но в городе должна чувствоваться его уникальность. Это вот такие уникальные люди, которых знают все горожане. И вот эта памятная доска – это такой элемент, штрих в общую городскую картину. И чем больше, пожалуй, таких будет мест, но с ними нельзя переборщить тоже. Кстати, есть инициатива, которая давно озвучивается, которую я горячо поддерживаю, но осталось, что называется, системно эту работу выстроить по установке памятных досок уникальным людям. Жившим и работавшим здесь, в Сарове, каких очень мало, вообще говоря, это трижды герои соцтруда. Кстати, да. У нас таких людей несколько человек, они жили и работали здесь, в Сарове, мы должны тоже этим гордиться. И эти памятные доски, я думаю, в перспективе нужно аккуратно к этому подходить. Нельзя вот… Почему такая вот многоступенчатая процедура, о которой я говорю? Потому что она позволяет на каком-то из этапов все равно выявить шероховатость, сгладить углы. Ведь в таких вопросах очень важно, чтобы не было возражений, чтобы было абсолютно прозрачно, понятно и всеми принималось вот то действие. Нельзя как-то вот такими действиями разделить общество там на неважно равные, неравные, большинство, меньшинство, но хоть на какие-то части, что вот кто-то против, а кто-то за. Нужно добиваться того, чтобы все поддерживали это единогласно. Ну, может быть, конечно, отдельные люди, потому что еще живы те, кто непосредственно работал вместе. Понятно, могли сложиться разные даже личные отношения. Естественно. Да, да. То есть, но в общем и целом мы знаем, что вот тот же Геннадий Закирыч Каратаев, он уже стал таким легендарным главой, народным главой, потому что, кстати, выбирали его люди. То есть тогда… Ну, по большому счету, единственный общенародным голосованием избирал СМР. Да, да, он не то, что последний, он единственный, кто выбирался общенародным голосованием, сейчас процедура другая. Можно спорить об этом, хорошо это или плохо, есть свои плюсы и в той модели, и в этой модели, но, по всей видимости, в те времена, вот когда работал Геннадий Закирыч, эта модель оправдывала себя. И мы по результатам деятельности, а по результатам жизни города в тот период, сегодня уже так немножко отойдя на расстояние, понимаем, что тогда это делалось, по всей видимости, правильно. Такой знак, жест в память о уже современном руководителе, да, потому что мы много говорили о тех, кто начинал так строить город, предприятие. Но не очень много о таких уже современных, в новейшей истории внесших свой вклад. А вот это такой вот шаг, и он, на мой взгляд, очень правильный. Я, наверное, напомню о том, что установка этой мемориальной доски по адресу Шверника, дом 9, все-таки приурочена к 75-летию со дня рождения Геннадия Закирыча в этом году. Поэтому я думаю, что это хороший именно момент, когда можно отдать дань памяти его деятельности и его таланту руководителя. Без сомнений, это так. Еще один проект решения, который сейчас обсуждается и будет обсуждаться на заседании городской думы, это новый состав молодежной палаты при городской думе города Сарова. Насколько состав обновился, и вообще, я так понимаю, поменялась всецела процедура отбора кандидатов? Вот расскажите подробнее, как проходил отбор. Процедура поменялась не сильно. Мы некоторое время назад внесли решением думы изменения в положении и допустили возможность участия в выборных процедурах самовыдвиженцев. Сделали это аналогично тому, как это проходит в других муниципалитетах. Сделали это аналогично тому, как самовыдвигаются кандидаты в депутаты городской думы. То есть, это сбор нескольких подписей, неважно каких горожан, кого-то из тех, кто живет в городе, кто готов эту кандидатуру выдвигающуюся поддержать. Мы, скажу прямо, сначала долго спорили, а надо ли давать возможность самовыдвиженцам выходить. И я колебался сам. Но вот у нас действующий председатель молодежной палаты, который еще пока не сложил полномочия, Евгений Шостаков, он настаивал на том, что самовыдвиженцы должны быть. Мы возражали, говоря, что мы не слышали ни от одного молодого человека, кто бы говорил, что хотел выдвинуться, но не нашел ту общественную организацию или трудовой коллектив, который меня выдвинул. Но оказалось, что хоть и таких людей не нашлось, с упрощением процедуры пришло гораздо больше желающих попробовать свои силы. То есть, круг претендентов расширился. Круг претендентов расширился. Примерно треть из подавших документов это были самовыдвиженцы и комиссии, которая сначала рассмотрела документы поданные, проверила на соответствие этих документов положению. Но ведь второй этап предполагал проведение собеседования и стало перед очень сложным выбором. Что пришли настолько воодушевленные, с огнем в глазах, желающие что-то делать и уже достигшие чего-то ребята, что было просто невероятно сложно из них выбирать. Какой был конкурс на место? Как обычно говорят. Да. То есть, у нас 15 человек входит в состав молодежной палаты, а заявок было 39. То есть, больше двух человек на место. Причем, мы думали, что собеседование может стать отсекающим фактором. Кто-то на него не явится, опоздает, проигнорирует. Не пришел только один человек из 39. То есть, настолько высокая мотивация у ребят была попасть. И да, у нас есть критерии, они прописаны в положении. Члены комиссии расставляли баллы. В члены комиссии входят сотрудники аппарата, думы, депутаты, представители департамента молодежи и спорта. И, в общем-то, расставляли баллы по четырем разным критериям. И дальше составлялся рейтинг. И первые 15 прошли, получается, по мнению комиссии, следующий этап. Но мы приняли решение, что 10 человек берем в резерв. Резерв – это те люди, кто автоматически, в случае, если из этой пятнашки первой кто-то выбывает по каким-то причинам, по собственному желанию, или какое-то время не работает, ребята его исключают из состава молодежной палаты своим решением, автоматически подтягивается человек из резерва. И вот в действующем созыве молодежной палаты пять человек из резерва попали в основной состав. То есть, движение действительно есть. Более того, с учетом того, что ребята настолько сильные, настолько замотивированы работать в команде над чужими проектами, которые предложит кто-то, кто-то пришел со своими проектами. Я сейчас просто и многим это говорил на собеседовании, что вы попали в поле нашего зрения. Если даже вы не попадаете в палату, мы обязательно с вами найдем способ взаимодействия, площадку, на которой мы там будем, формат, в котором мы будем взаимодействовать, чтобы не потерять человека, желающего что-то делать. Мы будем их приглашать и на заседание палаты, даже не членов. Да, у них не будет права голоса, но у них будет возможность слушать, слышать и присоединяться к тем инициативам, которые будут исходить от состава молодежной палаты. Как раз хотел спросить, какой качественный состав, какие организации представляют? Что касается состава, может быть мы чуть-чуть забегаем вперед, потому что заседание Думы еще не состоялось и состав не утвержден, но могу говорить осторожно так. Комиссия рекомендовала и социальный комитет на сегодняшний день поддержал состав примерно следующий. Три человека это представляют действующую молодежную палату. Можно сказать, что шесть человек, ну это могут быть одни и те же люди, шесть человек представляют российский федеральный ядерный центр и были выдвинуты как от ядерного центра. Четверо это самовыдвиженцы. Два человека Саровский физико-технический институт. И городская профсоюзная организация и профсоюзная организация в ядерном центре дали по одному представителю, которые попали в палату уже. С точки зрения тех, кто работники ядерного центра, понятно, учителя, три учителя у нас попало в состав действующей молодежной палаты. То есть это молодые учителя? Да, это молодые учителя до 35, причем, ну там даже, по-моему, до 30 все. То есть очень молодые учителя, активные, очень энергичные, очень интересные ребята. Нам, членам комиссии, они очень понравились. Вот их такой задор, желание принести пользу какую-то, рассказать о молодежной жизни депутатам, дать свои предложения в работу. Работник дома детского творчества. То есть вот такой состав очень сильный. Действительно, ребята идут с интересными проектами, причем есть проекты федерального масштаба. Палата избирается или выбирается, конкурс, да, этот проходит раз в два года. То есть достаточно ли двух лет для реализации таких амбициозных проектов? И какова перспектива вообще у молодых людей в дальнейшем? Конечно, что-то за два года и не успеешь сделать. Это правильно. Но первое. Палата как площадка, она может дать дополнительный импульс. Потому что понятно, что полностью реализовать проект внутри молодежной палаты, ну нет такого ресурса в ней. Палата темой сильна, что туда приходят ребята, которые представляют коллективы определенные. То есть это, например, тот же ядерный центр, молодежная комиссия при правкоме или совет молодых ученых и специалистов, которые дают своих представителей. Учительское сообщество, сообщество студенческое. Вот эти все крупные молодежные объединения, там крупные и может быть не очень крупные, они дают своих представителей. И даже сам по себе конкурс, сама молодежная палата позволяет выявить людей с горящими такими глазами, у которых, кстати, надо отметить очень интересный такой тоже момент. Много кандидатов было, но и прошло их много людей, которые не уроженцы Сарова, которые приехали в город из разных региональных центров России, из разных городов. И они что-то несут свое. Хотя, когда мы им задавали вопрос, а чтобы вы из своего города, у них свежий взгляд просто, но чтобы вы из своего города могли внедрить здесь в Сарове. Многие говорят, да вы знаете, был один из таких ответов, что в моем бы городе реализовать то, что в Сарове уже делается. Отсюда надо опыт экспортировать. Да, да, то есть это было очень приятно слышать, причем это же не вот там какое-то публичное заявление, чтобы нам польстить как-то. Нет, это искренняя позиция. Но тем не менее, все равно идея есть, а тем более, когда они несут с ребятами из городов, как Ульяновск, они говорят, да, вот в Ульяновске, например, сделано вот это, можно попробовать у нас. Вопрос, насколько там разный масштаб, и делается ли это здесь в принципе, но почему не пробовать, почему на то и молодежь. Молодежи что, хорошо? Им легко и дозволительно ошибаться. Это точно. Отношение к ним более снисходительное, им можно больше пробовать разного. Да и взрослым-то людям надо пробовать чаще. Немаловажные изменения, которые привносят новые в устав города, это возможность сложения полномочий депутата решением городской думы в связи с его дисциплиной, будем говорить так, то есть не посещением заседаний более шести раз, то есть полгода, потому что традиционно раз в месяц городская дума собирается. В чем причина и в чем актуальность этих изменений сейчас? Кстати, да, это важное изменение, оно, это изменение диктуется нам законом, изменениями в закон 131, который регулирует деятельность органов местного самоуправления. Мы часто слышим от избирателей такой явный запрос, вот наш депутат совсем не работает, можно нам его, скажем так, уволить. Процедура существует, есть процедура отзыва депутата, но чтобы ее пройти, нужно, чтобы более половины избирателей, зарегистрированных на конкретном избирательном округе, проголосовали за отзыв депутата. Такой явки на выборной кампании ожидать очень трудно, а тем более на такой странной выборной кампании по отзыву депутата. Поэтому механизм этот, ну прямо скажем, работающий, ну тяжело, и я не знаю, что должен сделать депутат, чтобы вот половина избирателей пошли и прям ногами проголосовали. То есть я примерно поясню, что у нас в среднем один избирательный округ, это две тысячи, две с половиной тысячи избирателей, то есть половина от установленного числа избирателей, то есть это тысяча, даже больше тысячи человек должно прийти на избирательный участок и проголосовать именно за отзыв. За отзыв. А некоторые могут ведь проголосовать и против. Конечно, конечно. То есть мы понимаем, что на муниципальных выборах... Даже такая явка была. Такая явка, да. Но мы смотрим выборы губернатора, у нас все равно явка была чуть менее 50%. Ну, по крайней мере, это та явка, которая ногами была осуществлена. Было еще дистанционное электронное голосование, но тем не менее. При том, что все понимают значимость выборов главы региона. А значимость выборов депутата местного, она у многих на не очень высоком месте, в таком в ранге приоритетов стоит. Так вот, получается, что зашивается в устав механизм, который позволяет неработающего депутата попросту лишить мандата без вот этой сложной, почти невыполнимой процедуры. Наверное, это хорошо и правильно, потому что, ну, депутат может получить мандат и, ну, скажем так, халатно относиться к своим обязанностям, при этом говорить, что нет, а складывать добровольно я его не желаю. В этом отношении эта процедура, на мой взгляд, правильная. С другой стороны, я бы здесь вот как раз подчеркнул, я когда говорил про избирателей, которые звонят и говорят, депутат у нас не работает, они, конечно, подразумевают совершенно другую работу. Они подразумевают работу, так называемую работу на округе. Работу по взаимодействию с населением. Кто-то подразумевает работу на округе, ну, прям буквально, что депутат чуть ли не улицы должен подметать, и они его во дворе должны как дворника ежедневно видеть, где он ходит, смотрит, где бордюр откололся, где яма образовалась, а где вода там в лужи скапливается, например. В определенной степени, конечно, каждый депутат сможет, наверное, может этим заниматься, но мы подразумеваем под работой депутата, прежде всего, работаю его на заседаниях Думы и других рабочих органах Думы. Это комитеты, рабочие группы, какие-то комиссии, которые создаются. Вот там депутат в основном и работает. Но, как вот мы обсуждали, как все время подсветить эту деятельность, мы, с одной стороны, открыты для и горожан, и для средств массовой информации. Телевидение у нас, как правило, работает на заседаниях Думы, на заседаниях комитетов. Но жители как-то вот к этой работе как относятся? Ну, сидят, что-то руки поднимают. Но ведь поднятие руки – это принятие решения по конкретному вопросу, поддержать его или не поддержать. И не всегда депутаты поднимают руки единогласно, и не всегда они вообще их поднимают. Некоторые решения просто не проходят, и все. И чтобы вразумительно его принять, а у нас люди серьезные, это работники ядерного центра, там и бизнес, и все. Это люди, состоявшиеся, вот где-то в своей деятельности. Они к себе относятся с уважением. Они понимают, что за ними стоят две с лишним тысячи человек, которые ему могут завтра задать вопрос. Почему ты проголосовал так, а не иначе? И депутаты пока на своем уровне, на уровне избирателя, которому они должны будут объяснить, пока они не понимают, почему так, никакого решения не принимают. И это нормальная практика. Когда приходят, приносят что-то, мы говорим, подождите, где логика? Вы нам простым языком объясните. Мы представители людей. Объясните, почему мы должны принять решение по повышению тарифов. Когда начинается четкое экономическое, финансовое, хозяйственное обоснование зарплаты работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства, материалы, их подорожание, раскладывается все по полочкам, а депутаты говорят, да, пожалуй, вы доказали. И то, один депутат сказал так, а другой так. И уже вопрос решается голосованием. Кому-то доказали, кому-то не доказали. Один для себя эти аргументы собрал и сказал, да, я могу сейчас пойти к избирателям, и любому, кто будет задавать мне этот вопрос, я объясню. Почему я сделал так, а не иначе. Вот она, настоящая работа. А не подменять собой полицию, службы городского хозяйства, управляющую компанию, департамент городского хозяйства и так далее. Вот депутат – это представитель, который взаимодействует с администрацией, контролирует ее работу, принимает решения. Они взяли на себя дополнительные обязанности. Помимо своей работы, семьи, хобби, увлечений, друзей, они взяли на себя повышенные обязательства. И все это на общественных началах, не устаем повторять, что без оплаты труда. Да, есть освобожденные депутаты, надо, променяя там председателя Думы и заместителя, наша профессиональная деятельность лежит в сфере организации работы вот этого органа местного самоуправления, городской Думы города Сарова. Вот, да, мы профессионально занимаемся этим, но опять же, при этом, не занимаемся профессионально вопросами городского хозяйства там в рамках наших полномочий. У нас четко в уставе написано, чем занимаются депутаты, чем занимается администрация, чем занимается контрольно-счетная палата, прокуратура и прочие органы. Но это не написано уже в уставе, но мы тоже должны понимать, что у всех своя работа, каждый должен делать ее добросовестно. Ну и резюмирую этот вопрос, возвращаясь к изменениям в уставе. Чем активнее работает депутат, тем в целом лучше наверняка работает и городская дума, потому что, как минимум, кворум соблюдается на заседаниях и рабочих органах. Да, кворум – это неотъемлемая часть, необходимое условие для принятия решений. Если мы не собрались, то решения мы просто не можем принимать. Но пока в этом созыве я очень рад, что мы по причине отсутствия кворума пока еще не сорвали ни сроков принятия каких-либо решений. Но это тоже может быть. В прошлом созыве было такое, что некоторые депутаты специально покидали заседание городской думы в знак протеста против принятия тех или иных решений. Голосовали ногами, да. Но это тоже форма. И это говорит как раз о том, что депутаты очень хорошо понимают, как работа думы организована. И понимают свой вес, свое значение. И пользуются этой возможностью. Атон Сергеевич, спасибо большое за то, что пришли к нам, рассказали об интересных проектах решений, которые сейчас находятся на повестке городской думы и готовятся к принятию. Друзья, на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»